Доброго времени суток, дамы и господа! Сегодня выполняем достижения сплетни сообщества и сборище сплетников. Нашей задачей является сбор 10 зарытых сумок. И я специально дождался, пока будет доступно большое количество сумок с целью того, чтобы сделать какой-то хороший маршрут. И хороший маршрут мой начинается с Восточных Королевств, с Выжженных Земель. Там находится первая сумка, которую мы подсвечиваем с помощью факела. Обратите внимание на координаты, они будут в том же самом месте, просто немножко в уменьшенном масштабе в ходе всего видео. После Выжженных Земель мы летим в Чумные Земли. Я решил начать с Восточных Чумных Земель. В тот момент, когда мы прилетаем, рядом с Пнем, находится Чумная Табличка. Используя Чумную Табличку, нам, конечно, будет написана небольшая подсказка, но мы и так уже все координаты знаем, поэтому мы идем не в сам дом, а за домик. Там будет ждать кучка земли нас. И в этой кучке мы найдем очередную зарытую сумку. Далее отправляемся к Некраситету, и нас будет ждать еще одна кучка с землей. Пролутав третью сумку у Некраситета, мы отправляемся в главный город своей фракции. Штормград или Аргримар. Вспоминаем про катаклизовские порталы. У нас там есть превосходнейший портал в Хиджал. Прыгаем в него, и рядом находится оскверленный лес. В водоеме, на небольшой глубине, нас будет ждать очередная сумочка. После этого отправляемся в степи, пролутываем пятую сумку, и получаем первое достижение. В награду нам дают бейсболку, шапочку. Довольно-таки интересная, конечно. Может быть, вы ее даже затрансмагрифицируете себе и будете с ней ходить. Пять сумок собрано. Мы прошли половину пути. После пролутанной сумки в степях мы летим в 1000 игл. Там, помним, события катаклизма были довольно-таки интересные. Все затопило водичкой, и нам нужно будет спуститься в пещеру. В этой пещере много воды. В целом, дыхания нам хватит. Проплыть мы сможем. Но, конечно, да, если вы являетесь друидом, то можно прыгнуть в водный облик. И просто-напросто пройти этот участок намного быстрее. Пролутав очередную сумку, мы телепортируемся в главный город какой-либо. И нам нужно каким-то образом перейти к Нордсколу. Например, мы можем через главный городок прыгнуть в лес хрустальной песни. То есть в Долоран Старый. В Драконьем Погосте нас ждут целых две сумки, которые будут находиться рядом с костяшками. Первая область — это травянистая. Много-много травы. Спускаемся, вылутываем сумку. Следующая область — Песчаная. Думаю, вы ее знаете по подземелью «Конец времен». Там происходит бой с Дарнозму. Вылутываем восьмую сумку. Мы почти завершили это достижение, и близится все к концу. После пролутанной восьмой сумки летим в седые холмы. Не знаю, нужно в итоге говорить с мобом, чтобы мы прокатились на бревне для того, чтобы отобразилась зарытая сумка. Или мы сразу можем лететь к этой зарытой сумке. Но мы решили в процессе выполнения достижения покататься на этом бревне. Во-первых, это забавно. Во-вторых, это интересно. В-третьих, ускорив видосик в несколько десятков раз, вы увидите, насколько интересно катится это бревно. Но, возможно, это вас хотя бы как-то улыбнет. Девятая сумка пролутана. И, как мне кажется, ластовую десятую сумку намного быстрее взять в Дреноре, в Долине Призрачной Луны. Но это, наверное, работает только при том условии, если вы играете за Альянс. Все-таки потому, что у Альянса находится гарнизон Долине Призрачной Луны. У Орды он в Хребте Ледяного Огня, а это намного дальше. Орда придумает что-то для себя. Быть может, я что-то напишу в комментариях. А Альянс, вот, пожалуйста, десятая точка Долина Призрачной Луны. Одиночно стоящее дерево, окруженное водой. Там мы вылутываем десятую сумку, получаем награду питомца, достижения и все. То есть, как-то так оно получается. Координаты абсолютно на все эти точки я, само собой, скину в описании. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги, моете руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого! Субтитры создавал DimaTorzok